Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Става Адисан, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon И, ребята, хочу сразу сказать то, что сегодня вышла, да, только одна серия, потому что Если, например, выпускать по две серии в день, то куда пихать тогда остальные видео, например, с того же сервера, или там прохождение карт, или еще что-то Или еще что-то, когда получается, что так будет и два, и три, и четыре видео в день, а на это Ну, можно не успеть, можно и так сказать Поэтому, ребята, расписание так же, как всегда, в 10 часов, если наберемся 20 лайков, то в 7 часов вечера выйдет еще одна серия Но иногда в дни будут заменяться, то есть утром Pixelmon будет заменяться, например, на игру на сервере Потом в другой день утром Pixelmon будет заменяться, например, на прохождение карты Но это потом еще будет расписание и все такое Типа рандомные дни, когда там будут выходить другие рубрики и все такое Но, ребята, это я говорю, это я еще сам не знаю, потом посмотрим Ребята, что нам нужно? Во-первых, нам нужно словить Ченси Это 100%, потому что ее у нас не хватает, у нас не хватает Ченси, у нас не хватает Пуригона Ну, Райквазу, Мьюту, ну, Мьюту это можно сделать И вроде все, нифига себе, мы сделали все фосилы Мы заспали трех легендарных птиц в предыдущей серии И нам осталось приблизительно где-то покемонов так 1, 2, ну, 5 приблизительно, ребята Если так подумать, то действительно 5 Ребята, я предлагаю Пока день То мы пойдем искать Ченси А как, хотя нет, не пойдем мы потом искать Ченси Я просто хотел ночью пойти на Бишарпов А там большой уровень И нужно большого уровня прокачать, как бы, нашу Ларвесту Чтобы она была где-то 45, чтобы мы спокойно смогли там убивать Поэтому, ребята, пока что мы еще туда не идем Давайте сначала пойдем 402, твою ж, М А, что я спам написал Так, во Я надеюсь, я туда Пожалуйста, только не говори, что опять вот эта хрень Чуть-чуть вообще такое, я не представляю Почему это, во Ну Это уже или сборка забаганная Или фиг его знает Во, все И вот такая хрень И сейчас нужно перезаходить Потому что это нифига не прогрузится И все такое Ладно, ща Итак, ребята, ну что Вот я перезашел И почему-то у меня так мало жизней Фиг его знает почему Давайте пока что не будем тпхаться Давайте пускай отрегенится Вот это все Ребята, ребятушечки Хотел я вас спросить Хотите ли вы какое-то прохождение на картах Или выживание Или какой-то дополнительный сезон Тот же Я не знаю Тот же Властелин колец, допустим Там же вышла новая версия какая-то Тоже обновленная Там куча всего появилась И вот как раз я думаю по этому поводу Потому что ребята Ну пиксельмон пиксельмоном Да, то есть пиксельмон тут На сервере пиксельмон Везде пиксельмон Можно сказать и тут и на сервере То, что прохождение карты еще остается Но я давно ее не проходил Нужно уже ее допройти Потом можно еще какую-то пройти Я не говорю, что Новая сборка То есть новый сезон Будет выходить каждый день Так же как и пиксельмон Но допустим там раз В пару дней Если выйдет, то будет нормально Я не знаю, ребята Если вы хотите, то напишите Чтобы иногда было Какое-то Чтобы иногда было Какое-то разнообразие Что-то залагало Не только пиксельмон Да, например там Пиксельмон как бы всю неделю Можно и так сказать Но чтобы иногда В какие-то дни выходил Не только пиксельмон А какая-то И какой-то другой Дополнительный сезон Можно и так сказать Не только пиксельмон А что-то Что-то другое То есть Не что-то другое А что-то Вместе с пиксельмоном То есть Что-то Какой-то еще И еще какой-то Вот этот Новый Новый сезон Если честно не знаю Но я говорю, я думаю по тому поводу Властелин колец, я уже помню давно в него играл Но потому что-то перестал играть Но сама суть То, что в принципе он прикольный И говорю, там куча вот этих всех новых дополнений Вышла Только не говорите пожалуйста Что залагал, пожалуйста Сейчас посмотрим Вроде не должно Было 8, 7 Да, вроде не залагало Потому что бывает вот такая фигня с командами Когда залагивает Так Поэтому ребята, если честно Даже не знаю Или прохождение например карты Это в принципе прикольно Потому что, да ты что, прикалывайся что ли Потому что карта и Карта же небольшая То есть ее не проходить Очень много времени Ну и что бы говорю Чтобы отвлектись и что-то другое Тоже пройти, мне кажется Будет в принципе вполне нормально Ну, если это ребята Вы конечно хотите Я не знаю Фиг мы наверное вот этого 70 уровня убьем Мы же и убежать не можем Вот капут Сделали вот это так Что убежать Твоем Не убежать нельзя Нифига нельзя А он 70 уровень Сейчас нас Всех раскидает Тут Мы его фиг убьем Да Ладно Убивай уже Убивай Так уж и быть Мы тебе больше В принципе Нифига сделать не сможем Зря мы наверное На него напали Ну давай Еще вагона убей И все Ну Вот зараза Так Ладно Тут у нас кто Вот этого мы убьем 100% О нифига себе На глазах так Заспавился Прям Какой же они Вот этот Покемон босс Сквиртл Так Ребята Если успеем То в этой серии Прокачаем По Черису Где-то 50 Давайте прокачаем К 52 Мне кажется Как раз Вот так Будет нормально Так это Что можно выкинуть Что нам в принципе Нафиг тут не нужно Вот это Так Нам Если мы хотим Прокачать ее К 52 Уровню То нам еще осталось 2 уровня Осталось 2 уровня Так как она уже 50 Так Да она уже 50 Еще 2 уровня После этого Ребята Мы откладываем Шани по Черису И Качаем Точнее Начинаем Качать Кого там Випенбелла Он второй По счету Кто тут Более-менее Нормальный Это кто Диглит Не Не угадал Кто же еще Он даже Не знаю Где спамится Везде Но как бы В шахте Да Твою О О Нормально Да твою Что-то лорвеста Такая Какая-то Не такая Не знаю Ну в принципе Да Она еще маленький Уровень Поэтому Поэтому так и умирает Можно и так сказать Так Ну что Давайте Вот эти Чуваки Дайте нам Много уровня То есть Много опыта Нам еще После этого Ребята Я говорю Когда лорвеста Там будет Допустим Сороковой уровень Да То мы уже Наверное Пойдем На бешарпов Так как Огненному покемону Как раз Офигенно там Качаться На бешарпах И там еще И алюминий Падает Там еще И вот это Как его И железо Падает И в принципе Это можно И себе Оставить А можно и продать И плюс Там очень много Опыта идет у вот и багончик ребята эволюционирует давай 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 ну что ребята и если честно я даже не знаю какие сейчас игры можно проходить то есть вот вышел синскрит юнте я его прошел конечно я бы я его проходил тогда когда он был нереально забаганным шелгон я его проходил тогда когда он был нереально просто богучим лагучими вот это все но все же ребята я его как-то прошел нервы были зато из-за того что просто нереально было играть из-за лагов но все же я как-то собрался и как-то я прошел его принципе быстро мы его прошли я хотел ребята проходить far cry 4 если вы заметили то там был были пару серий как бы сначала но я потом решил что ну far cry его и очень долго проходить потому что такая игра как far cry и заслуживает того чтобы пройти ее на сто процентов а сто процентов это включается то что все побочные миссии все дополнительные задания все найти всякие там тайники вот это все а чтобы выполнить на сто процентов это нужно ну хренеть сколько много времени хочу ребята поделиться тем что сейчас я прохожу borderlands до borderlands ребята я уже думал ты на меня нападать хочешь игра не новая соглашусь но знаете как как мне пришло в голову то что можно пройти borderlands а то что когда до выхода assassin's creed unity до выхода вот этого far cry а я уже просто ребят я уже не знал во что играть что можно пройти и и решил я в borderlands я никогда него не играл я никогда не хотел него играть потому что сама суть того что там нарисованы вот эти графика знаете то есть как какой borderlands это шутер да то есть можно сказать и шутер там rpg что-то такое потому что там уровне если все такое вещи собирать модификации все такое это мне нравится но мне не нравилось то что там вот такие текстуры на то есть нарисованы да ты чё прикалывайся первый удар идет на 10 жизни а потом сразу ладно атаки там всякие тогда еще пока что 50 уровнями трогать не будем или хотя поэтому ребята я говорю я никогда не хотел играть бы но что мне не нравилось вот тут твою ж но я решился потому что них не было него ни во что играть то есть вообще никаких игр не было я уже перепрошел все игры которые только были у меня и и вообще я другие игры находил и все такое я уже прям не знал вот такой уже сижу думаю чтобы поиграть я уже перепрошел столько игр даже не то что вот я говорю прошел да то есть я там находил какие-то игры я их проходил я перепроходил игры есть такие игры которые я прошел по два раза по три раз но это это исключение то есть это только такие игры которые меня прям задели которые нереально офигенно я например если вы не играли ребята я сейчас скажу такие игры которые меня прям Заделей и такие, которые стоит Пройти два раза Ну, конечно, не сразу подряд, а два раза Там Через какое-то время, можно и так сказать Это, во-первых Я не знаю почему, но я три раза прошел Call of Duty Modern Warfare Первую, вторую и третью часть Первый раз я прошел на компьютере Второй раз я прошел на Xbox и третий раз я прошел на компьютере Это мой рекорд, игру, которую Я прошел три раза Вторая и вторая игра Я не знаю, ребята Какую я еще игру прошел два раза Вот сейчас собираюсь, ну не сейчас А вообще собираюсь пройти Вот эту, как ее там Darksiders 2, тоже офигенная игра Вторая часть вообще Офигенная, первая тоже там Как бы сюжет и это Самознательность, ощущение то, что Живут люди, потом апокалипсис И на землю спускаются Вот эти все монстры Там демоны и все такое И ты за всадника играешь То есть не за человека там С какими-то способностями Знаете, что Ну вот, обрел какие-то там Способности и идет Защищает мир А нет Ты играешь за всадника Который пришел добить Всех демонов и все такое Ну в принципе игра действительно Офигенная Кого я еще два раза прошел? Там еще есть много Много игр, которые я прошел Два раза, но просто я Если честно, сейчас ребята Не помню То есть Вот то, что Вот эти две игры Я вспомнил Сейчас я ребята еще подумал Tomb Raider Точно То есть про Лару Крофт Офигенная игра Что еще? И больше не помню Но то, что ребята То, что Та суть, что я сейчас Прохожу Borderlands Я начинал играть Borderlands Где-то год назад Я скачал Зашел Поиграл пять минут Вышел Мне вообще не понравилось Потом через полгода Я скачал Зашел Поиграл Вышел Ну и все А вот сейчас Знаете В этот кризис игр Когда Когда тогда Оставалось до выхода Assassin's Creed Unity Или там Даже не Assassin's Creed Unity А до выхода Call of Duty Advanced Warfare Который вышел там Второго числа Этого месяца Оставалось там Приблизительно месяц Я не знал Во что играть Ребята Я такой думаю Ну Borderlands Офигенная игра Но мне не нравятся Текстурки И все такое Но Давайте попробуем Скачал я ребята Самую последнюю часть Которая вышла Совсем недавно Называется там Borderlands The Press Sequel Я начал в нее играть И такой Первые пару минут Ну не нравится Потом С каждой минутой С каждой минутой С каждой минутой Мне нравилось Мне понравилось И потом Я такой уже Начал играть Все Мне уже игра нравится Такой уже хожу Стреляюсь Прокачиваюсь Все такое Просто сижу Знаете И вдупляюсь Потом такой Нажал на паузу И думаю Твою мать Что делать Играм более-менее нравится Но нахрена В нее играть Если я вообще сюжет Не понимаю То есть Да Можно пройти Ее без сюжета Но я не люблю Проходить игры Где я просто Не вдупляю в сюжет То есть Проходить игру Только чтобы пройти И пострелять Если такое Это как-то Не в кайф Знаете А там где сюжет То Ну Не знаю ребята И думаю Все Пойду Ребята Проходить Все Все три Бордерлендса С первой части И С тех пор я Уже прошел Первый Бордерлендс Игра Настолько длинная Что это Сдуреть можно Если не проходить Побочные задания Если просто Знаете Если даже Не отвлекаться Если Не сидеть Ни минуты Без дела В этой игре То первую часть Я прошел За 15 часов Ровно за 15 часов Но это уже Прям знаете Такое Что Ты 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 Зашел В Бордерлендс И ты с него Вышел И за то время Ты прошел Игру И прошло 15 часов То есть Игра действительно Долгая Можно сказать Более менее Интересная Но если ты В ней играешь Там больше Чем часов Там 5-6-7 То уже Начинает Надоедать Если честно Бывало и такое Что я ее Просто закинул Знаете Там На пару дней Потому что Она уже Мне надоело Но потом И так Вернулся И прошел Сейчас прохожу Уже ребята Второй Бордерлендс Уже Практически Его прошел Уже играю Там часов 18 И то я еще До конца Не прошел Знаете Но Одно То что Одному Проходить Эту игру Не знаю Она Она и настолько Тяжелая Тяжелая Какая то Что это Сдуреть Просто можно Я столько раз Там умираю Что это Вообще То есть Знаете Если не проходить Побочные задания То тебе дается Мало опыта А чтобы Выполнить Какую то Сюжетную миссию Тебе нужно Соответствовать Тому уровню Который Который Как это сказать Тебе нужно Соответствовать Тому уровню Уровню монстров Которые Находятся Как бы В том Или ином Часть В той или иной Части Сюжета И Я не знаю Как это вести Я сам запутался То есть Например Если ты прошел Миссию 15 уровень И твои враги Тоже 15 уровень Потом Вторая миссия Ты 16 уровень Твои враги 18 уровень Потом Еще одна миссия Ты 20 уровень И враги 25 уровень И то есть Тебе нужно Соответствовать Тому же уровню Что и твои враги То есть 25 Если ребята Твой персонаж Меньше На 3 уровня Чем твои враги То То все Они тебя будут Сливать С одного С двух ударов А ты их будешь Бить С 100 ударов Поэтому Нужно проходить Побочные миссии Без побочных миссий Просто Я Я Я дам гарантию Любому человеку В мире Что он никак не пройдет Бордерранс Без побочных миссий Или там Без Без простого кача На обычных монстрах Потому что Я пытаюсь Пытался так пройти И первую часть И вторую И ну я думал Может во второй Что то знаете Измениться Но нет Если не проходить Если Не проходить Побочные миссии То Любым способом Хоть ты там Миллион Вот этих Монстров убивай В конце концов Где то на середине игры Ты будешь На уровне Так 5-6 Меньше чем Твои враги А там Когда ты на 5-6 Уровне меньше Чем твой враг Он тебя убивает С одного удара Любым оружием Любой способностью С любого расстояния Это так бесит Что это капот Что И прям Ну нужно идти И прокачиваться Потому что без этого Вообще Вообще Никак Если честно Ты Прикалывайся Что ли Поэтому без этого Вообще Никак Там нереально Выжить Или пройти Миссию Или что то Такое А на Прохождение Дополнительных Миссий Еще больше Времени Не уходит Чем На Основной Сюжет Поэтому Если бы Не дополнительной Миссии То Бори Лэнс Еще бы Намного Быстрее Было Проходить Но Фиг его знает Игра Действительно Такая Прикольная То есть Можно Ее пройти Один раз Два раза Не то что Знаете Не советую А то что Даже не потянет Проходить Ее Два раза Потому что Она длинная И Если Если вспомнить Эти все локации Если вспомнить Эти всех монстров Людей Вот эти все Оружия Которые нужно будет Куда пойти Куда что сделать То это прям Мозги начинают кипеть И тебе уже Вообще Никак не хочется Пройти эту игру Второй раз Поэтому Первый раз Ее пройти И все Но Пройти ее можно Действительно Какие вообще Ребята Игры Выходят в скором Времени Которые Можно пройти Если честно Даже не помню Я помню где-то Приблизительно Хотя Смотрите Если я Если я помню Если не перенесли Релиз Если все так осталось То Зе Кру Выходит 2 декабря То есть Через пару дней Но я Если честно Ребята Даже не знаю Стоит ли ее проходить И вот это все Я вам не могу советовать Если вы хотите Ищите Какие-то новые игры Для прохождения Действительно Не могу советовать Потому что я сам не знаю По скриншотам По видео По трейлеру По геймплею Вот этого всего На 70% Мне ее хочется Проходить Даже не на 70 А где-то на 60 И то я не очень Уверен Но Фиг ее знает Посмотрим То есть Пару дней Выходит до Ее выхода Остается Пару дней Выходит до ее выхода Вот я сказал Остается до ее выхода Но потом посмотрим То есть Обычная игра Чтобы зайти там Пару раз Погоняться И все такое Но Обычные гонки То есть Без сюжета Ну есть там какой-то сюжет Но только сюжет Для того чтобы он был А Все Выпендал уже 52 уровня Что-то как-то Ща 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 Это выкинем Это выкинем Это выкинем Ребята Даже сейчас Не знаю Кого нам нужно Прокачивать И как нам нужно Прокачивать И где нам Нужно прокачивать Потому что Вайломер тут Не потянет А можем ли мы Ребята Я не буду ничего Брать Я только Нет Тогда я даже Не знаю Ребята В адвес Тоже Я не знаю Ребята Тут мы больше Никого толком Не прокачаем Давайте Вайломера попробуем Вряд ли он Конечно Что-то сможет Ну да ладно Ща попробуем Хотя Ну 20 уровень Конечно Он убьет А вот А вот Краби Киндера Например Ух Это очень долго будет Прям Капут Как долго Ну фиг его знает Ребята После нового года То что я знаю Какого-то там 20 с чем-то Декабря Января Выходит там Куча игр Но самое главное То что выходит GTA Но GTA Это такое Дело Если она Отлично Выйдет Если ее не перенесут Еще раза 30 Знаете Все такое То Может Потом и поиграем Фикио знает То есть Там и онлайн И сюжетка Офигенная Но Ее еще нужно Дождаться Пока она выйдет Ну Не знаю Кто там еще Выходит Science Roth Выходит Новый Какой-то Я не знаю Это новый Или это такая Полуигра Чтобы было Фикио знает То есть Не так Как Science Roth Да Там 3-4 Я что-то Не то что DLS А я не знаю Как это объяснить Но мне Мне не кажется Что это полная игра Это какой-то Прям Ну взяли игру И просто что-то там Изменили Чтобы была Какая-то новая Новая Science Roth Да Потому что Кто играл 4-ю Science Roth Я не знаю Я спойлерить Не буду Потому что Кто играл Тот Тот уже прошел И тот уже знает А кто не играл То Уже много времени Прошло И пора бы уже Было пройти Там же В 4-й части Было Вот это Инопланетное Вторжение Да Мы потом Воевали В искусственном мире Что такое Потом это все Зломали И сама суть того Что Землю-то уничтожили Да Тот же пришелец Главный уничтожил Землю И все То есть Уже больше Некуда возвращаться И сейчас Знаете Что они придумали В новой Science Roth В 3-й части Они были Банда И все такое Они там Захватывали власть И все такое Да То есть Захватили Отлично В 4-й части Они уже дошли До того Что они стали Президентами Там вот эти Святые Да Но и на них Напали пришельцы Они убежали И все такое Но В этой В новой части Там Уже если так Смотреть Что там делать То есть Земли-то нет Что они там Вообще Собираются делать Оказалось Вот разработчики Синтровой Знают Что там делать Они отправляют В ад То есть Один Вот с этих Как его Один Вот с этих Ну Чуваков Святых Да То есть Затаскивает Его в ад И он Там короче Начинает Разбираться И все такое То есть Сейчас в аду Но это Даже не Пятая Синтров Да Это просто Какое-то То есть Было сначала Синтров 2 Синтров 3 Синтров 4 Это можно Сказать Ну Не полноценная Игра Просто вот Игра Которая Там есть И все Такое Ну Полуигра Можно и так Сказать Ну Я не знаю Ребята О чем Будет Вообще Пятая Часть Если так Читать Земля Уничтожена Они Побывали В аду И все Такое Куда Они Пойдут В пятой Часть Наверное Не знаю Наверное На какую-то Новую Планету Да То есть Где Есть Жизнь Они Там Тоже Начнут Захватывать Ее То есть Свою Банду И все Такое Но Разработчикам Потом Нужно Будет Придумать Тоже Что-то Нормальное И что Там Еще Выходит В Январе Вроде Выходит Dying Light Dying Light Что-то Там Про Зомби Да То есть Смесь Паркура Dead Island И Что-то Такого Но Я Не знаю Ребята Игра Может Будет Действительно Прикольной Ну Я Не знаю Ну Что Давайте Ребята Потопаем Горы Попробуем Ларвест Пусть Может Ли Минус Минус 1595 И Кто Там Кто Там Был Вот Последние Вот Эти Координаты Никак Не Запоминаю То есть 200 Ага Ну Сейчас Подождем Пока Отрегенится Ребята Жду Пока За окном Танк Уедет Ну Танк Не Танк Ну Такой Звук Как Будет Действительно Тут Танк Проезжает Ведь Я Надеюсь Не Застрянем В Стене Лучше Бы Застряли В Стене Твою Мать Твою Мать Мы Не Убились Если У Нас Полная Жизнь Была Но Ладно Будем Знать То Есть Такое Да Что Ты Пешишься Вот Сюда В Горы То В Стене Застрел А Тут Как Назло Мы Не Тепехнулись Вот Туда На Гору Или Туда На Гору Или Сюда На Гору А Мы Именно Вот На Такую Вмятину Да То Есть Приземлились И Тут Убились Вот Твою Ж Так 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 Отлично Вроде Все Биш Шарп Правильно Да Правильно Написал Ну Все Больше Ребят Не Знаю Там Больше Никаких Игр Вроде Не Выходит Выходит Потом Может В следующем Году То Баттлфилд Хардлайн Бэ Можно Сказать Я не знаю Но Как-то Не очень Тянется В нее Потом Играет Та же Это Ребята Точно Та же Баттлфилд 4 Точно Та же Просто Не воюют Там Кто-то Против Другого А воюют Полицейские Против Преступников Все И танки Вертолеты Нет И танки Заменены На машины Что ты можешь Ехать на машинах Все И сейчас Тебе не нужно Там захватывать Флаги И все Такое А просто Тебе нужно Грабить И убивать Противников И Терри Тихнее Бобо Ну ты Творюга А Чё ты Вообще Никак Не тянешь Эта Ларвеста Я просто Догоняю Наш Уже Вот Это Ча Пани Тоже На 30 Уровне Уже Валило Всех Вот Прям С одного Удара Но где-то 30 30 Убивает И умирает С одного Удара Охрененно То есть Тут Тут Ещё Очень Рано Быть Очень Рано Прям Капут Как и Рано Прям Саблей Саблей Во Ну Хоть Хоть Его Убило А то Думал И от него Умрёт Сейчас Короче Давайте Ещё Вот этого Бишарпа Запинаем Ага Может А вот Тут ещё Один Появился И как Всегда Они Появились И друг С другом Начали Драться Вот Вы Мудачьё Это Прям Смешно Знаете Не успели Заспавнить Нихрена Себе Не успели Заспавниться Уже Уже Сразу Собой Дерутся Там Тебя Я бы Я даже Не знаю Кем бы Убить Если честно Во Вот Точно Вайлмерам Тут офигенно Будет Качаться Чё там Выпало Во Так Нифига Себе Сколько Там Заспавнилось Тогда Качаем Вайлмера Ребята Чё ещё Делать Тем самым Да не Ларвеста Какая Нафиг Ларвеста Она тут Умирает С одного Удара Тем самым Ребята Мы будем Качать Вайлмера И тем самым Мы немного Прокачаем Ларвесту Там же Экспешер стоит Ребята Вайлмер Эволюционирует Давай Китяра Превратись В свою Следующую эволюцию Я там вижу Бишарпу Прям насолили Что там Стоит Уже Не знаю Уже Как напасть Хочет Прям Офигеть Как не терпится Ну Сейчас Не Ты Громила Ну чё Нападаешь А ну давай Сейчас Нет У него мало Жизни Поэтому не нападай Пожалуйста Не убивай Не убивай Ты хороший Я знаю Бишарпишка Так Вот гигантяра Да Конечно Не такой Как 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 Вот этот Гроудон Но Гроудон Самый Большой Вообще Такая Машина Большая Нифига себе Ну в принципе Гроудон Действительно Очень такой Большой Прям Размера Как этот Дом Даже может Больше В принципе Ребята Давайте на этом Уже Закончим Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем за просмотр Всем удачи И всем Пока